Всем привет! Сегодня вы увидите макияж на мне. Когда я делала обзор или что-то рассказывала, у меня были яркие губы и стрелки на глазах. Очень многие мне написали в личку, хотят, попросили сделать этот макияж. И вот я подумала, что это будет самый лучший макияж, когда я его сделаю на себе. И поехали! Я уже умылась, вы меня видите без макияжа. Я беру мак, увлажняющую текстуру и плюс легкое сияние. Я хочу показать, что можно работать и кисточкой, и спонжиком. Дальше я буду работать тонно, наносить спонжиком, потому что в ней намного удобнее и комфортнее. Эта кисточка, это дуофибра. Она сделана из козочки и нейлон синтетика. Очень мягкий, натуральный, ей очень удобно работать, потому что она плоская. Обычно дуофибры круглые и такие вот поступательные круговые движения делать достаточно сложно для кисти. Очень удобно работать нам вот такими вот движениями, потому что мы привыкли к этим движениям. Мы все делаем либо так, либо так, либо так. Но они нам привычные, чем вот эти вот движения. Но мне больше привычный, комфортнее работать спонжиками. Дальше я буду наносить тональный крем Мишу и тональный крем Мак. У меня, в принципе, была хорошая кожа, вот эта проблема. А так, в принципе, хорошая кожа и вот эта вот у меня проблема. Вот, поэтому я в основном чаще всего работаю прозрачными тональными кремами. Но вот эту часть я затонирую более плотнее. Когда вы сами себе делаете макияж, либо кому-то делаете макияж, так если вы сами, то спонжик можно, в принципе, не мыть, потому что он только ваш. Конечно, когда вы кому-то делаете, тогда его нужно мыть. Как ваше настроение? Расскажите мне. Как ваши дела? Я что-то вообще лето, вроде бы лето, вроде бы отдыхать нужно, да? Устала так, вообще нету сил. Тут просто даже в голове идей никаких. То, что вы мне вот это попросили, чуть-чуть меня оживляет. Вот смотрите, очень быстро. Вы можете, в принципе, засечь, за сколько я это сделала, нанесла. То есть очень важно вбивающими тональными, вбивающими движениями его делать. Если вам, например, много, вы посмотрели в зеркало и вы увидели, что у вас прям свои маски на лице, хотя я сомневаюсь в этом, вы берете, переворачиваете и немножко подснимаете. Ну, если у вас тональный крем легкий, флюидный, то у вас не будет маски. А флюидные тональные крема лучше всего наносить либо спонжем, либо до фибра, потому что они быстро растекаются очень, и получается, вы можете полностью сделать. Дальше синячок. У меня достаточно сейчас сильный синяк, потому что я не выспалась, я устала, у меня сил уже нет, я хочу отдыхать, я хочу отдыхать очень-очень-очень сильно. Я беру розовый корректор. Это ательер. И вот эти свои вот синячки тоже убираю. Вы можете пальцем их убирать, а можете спонжиком растушевывать. Как вам удобно. У меня вот эта часть всегда здесь красной кайты. И поэтому я корректором аккуратно потом ее заполняю. Я беру пудру Синарт. И пудру. Эта пудра, я очень ее люблю. У меня очень чувствительная кожа. И обычно HD-шные пудры, они стягивают мое лицо. И раньше я не пудрила кожу, потому что я прям чувствовала, как у меня стягивается кожа. Эта пудра, она не стягивает. Она очень хорошо мотирует и делает живой блеск на лице. Нет вот этого эффекта запудренности. Дальше брови. Я беру пудровый карандаш Синарт, второй, более темный. Я люблю выразительные брови. У меня эта бровь хорошая, в принципе. Это бровь от соседа, я ее называю. Тут хорошая, здесь... То есть здесь достаточно немножко пройти. Пласты немножко. Сейчас достаточно модно, когда широкие брови, но очень важно, чтобы они вам шли. Так как у меня достаточно крупные черты лица, глаза огромные, то я могу себе позволить широкие брови. Но эти широкие брови, они не должны быть нарисованы на коже без волос. То есть они должны быть естественными. Так что мне очень нравится вот это вот в погоне за модой. Девочки рисуют сплошные линии себе на бровях. Ну так вот, вот это вот бровь от соседа, которая... Она внизу густая, ну как бы густая, но вот сверху волос растет вот таким вот образом. И он редкий. Мне надо именно вот эту часть верхушку прорисовывать. Теперь я беру фиксатор, Микоп Студия. Мне очень нравится этот фиксатор. И зачесываю свои бровинушки наверх, делаю тем самым еще шире бровь и немножко подснимаю излишки. А здесь я как раз немножко делаю гуще, потому что волосы поднимаю наверх. И у меня тогда кажутся одинаковые брови густые. Не то, что это волосоватые брови от соседа. Я не особо заморачиваюсь, когда немножко разные брови. Мне главное, чтобы они были. И все. И это я, конечно, когда у кого-то, я буду прям вырисовывать там. Себе, господи. И так красивые. Но я шучу. Нужно всегда делать идеальные брови. Поэтому старайтесь сделать их идеальнее. Значит так, дальше. Берем бежевые тени. Вы берете те бежевые тени, которые у вас есть. Это бежевые тени Синарт, которые в скором времени будут у нас в продаже. Я их тестировала очень долго. Выбрала ту цветовую бежевую гамму, которая идеально подойдет всем. У меня задача такая. Пока я еще не имею спонсора, делать максимальные необходимые вещи, которые будут идти абсолютно всем. И девочке зиме, и девочке летом. И самое главное, легкие в использовании. Что я делаю? Я бежевыми тенями делаю однотонное веко. Так как у меня будут красные губы и стрелки, мне нужны глаза нейтральные. Дальше вы берете тень немножко темнее. Вот такую вот бежевую. Кисточка Синарт у меня 17. Эта кисть спасет всех девочек, которые красят дома самостоятельно. И визажисты в том. Вот впадина у меня. Я в эту впадину легко проваливаюсь и делаю вот такой вот объем. И все. Если вам нужно темнее, вы дотемняете немножко. Я снизу делаю. Мои глаза еще ухромнее стали. Такой макияж, он очень быстрый, очень легкий. Вы можете его делать на море, где вы отдыхаете. Буквально за 5 минут вы его сделаете. Просто от того, что я с вами разговариваю, я его долго делаю. И те, кто отдыхает, напишите, пожалуйста. Я хоть за вас порадуюсь. Я делаю вот такую вот впадину. Видите, достаточно легко. У меня очень много девочек, которые учатся сами себе, сам себе визажист. И у них проблема сделать вот эту часть. Учитывая вот этот опыт, я сделала ту кисть, которая не будет пригибаться, не будет растопыривать. Вы просто поставили, сделали вот так закрытыми глазами, и у вас красивая растушевка. Все, больше вам ничего не надо. Только 17-я кисть, сенарты, все. Дальше я беру 23-ю кисть, пигмент 65-я. Я наношу его под бровь, для того, чтобы выделить бровь. И внутреннюю часть прорабатываю. Под бровь нанесла еще раз. И тоже внутреннюю часть. И у меня получается такое мягкое сияние, свечение. Мой любимый карандаш, айлайнер, он идеальный. Я делаю и себе межесничку. Знаете, я вот тот именно визажист. Я не очень люблю себя красить. Я люблю кого-то красить. Этот карандаш, его особенность. Если ты за 40 секунд успеешь вытереть, он вытирается очень легко. Но если ты 40 секунд просидишь, проморгаешь, то ты уже ничего с ним не сделаешь. И вот смотрите, сразу видите, межесничное пространство стало темное. То есть достаточно и такого вот макияжа. Тот, кто любит натуральный нюдовый макияж, вы можете остановиться на этом моменте, просто ресницы подкрасить и все. Я же вспомнила, что этот макияж я уже делала. Поэтому я сделаю другой макияж, тот, который тоже очень сильно понравился. С коричневыми глазами. Я опять беру те же тени, эту же кисть 17-ю, и просто заполняю. И не буду делать ничего такого сложного. Просто немножко выделю глаза, сделаю более ярче их. Так как у меня все равно будет акцент на губы. Я беру более темные тени коричневые и у межесничного пространства пробегаю. Мне очень нравится коричневые смоки, потому что никогда не видно, где ты там накосячил. Но он всегда очень эффектный. И получаются вот такие вот глаза. Сейчас немножко затемню. Внутренний уголочек затемняю. Хорошенько растушевываю. Хорошенько прохожу по межесничке еще раз, потому что у меня ресницы белые. И мне надо их еще и притемнить. И вот, и я немножко, как вы видите, вытянула. Я за счет того, что, повторяю, пучеглазенькая немножко, мне надо вытягивать. Если вы не пучеглазые, вы можете не вытягивать, но в любом случае все хотят вытянутые глаза. Дальше я просто крашу ресницы вот такие вот. как сейчас, типа, растушевочная стрелка. Но я ее намного проще и быстрее сделала. Так, скуловая коррекция Синаарт. Номер я пока вам не скажу. Он будет один. Он просто еще не вышел. Он мне очень нравится. Он такой серо-коричневый. Ребята, я надеюсь, вы вместе со мной делаете макияж. Как у вас успехи? Напишите, пожалуйста. Блин, одна девочка написала, что я спрашиваю и прошу комментарии писать только для того, чтобы... Потому что Ютуб, типа, считывает комменты. Блин, мне хотелось написать гадости, но я, наверное, скажу так, что, ребята, я стараюсь для вас. Это вполне логично. Я рассказываю. И мне, я вам хочу сказать, что намного приятнее смотреть, когда под моими видео много комментариев, слова благодарности. Я здесь не вижу ничего такого сзорного. Это в какой-то мере благодарность. Поэтому-то, девочка, не смотри больше. Я тебя и так заблокировала. Губы. Красные делаю губы. Дальше я беру помаду Ofra. Gavana Nice. Она темная, только мне очень нравится. И все, макияж готов. Достаточно просто, легкий в использовании. Ничего такого сложного нет. Забыла об одном. Хайлайтер 65-й. Немного беремся на 65-й. И все. Очень легкий, просто. И то эффектное, и красивое. И самое главное, занимает буквально 10 минут. Самое сложное, это скупать. Глаза, ты быстро работаешь. И зубы белоснежные сразу становятся. Мне очень нравится, когда красные губы, когда волосы залезаны, сразу такой секс получается. Пишите мне комментарии. Продолжайте со мной общаться. Мне очень нравится, как вы общаетесь со мной. Мне очень приятно, что вы пишете, мне спрашиваете. Если вы заметили, я вам чаще тоже стала отвечать. Вы со мной на контакт выходите, я с вами на контакт выхожу. Поэтому давайте общаться. И это достаточно простой макияж. И я хочу повторить, что я надеюсь на то, что вы вместе со мной делали его. И напишите, как у вас результаты. Все, пока!